Вообще есть целый ряд различий между хутбатуль джума, пятничной хутбой, и хутбатуль аид, праздничной. Хутбатуль джума. Первое отличие какое? Первое отличие. Хутбатуль джума, пятничная хутба, слушать ее ваджиб, обязательно. Хутбатуль джума, праздничная хутба, слушать ее не ваджиб, не обязательно, желательно, но не обязательно. Второе отличие. Хутбатуль джума состоит из двух хутб, из двух проповедей, между которыми садится фатыб, а праздничная хутба, хутбатуль джума, это одна хутба, не передана ничего, что совершалось, проводилось две хутбы. Третье отличие. Хутбатуль джума. Хутбатуль джума, где делается? В мечети. Проводится в мечети. Хутбатуль аид, праздничная хутба, основа, что делается, сумма, что в мусалле. Мусалле, то есть это специальное место, куда выходят люди, открытое место, там совершают праздничный намаз. В мечети, да, можно проводить ее, проксусом делал, это если дождь или какие-то такие условия, да, или нет возможности совершить это в мусалле. Можно в мечети, но в основе своей совершается в мусалле. Четвертое отличие. Салятуль аид, праздничный намаз, праздничная хутба, на нее выходят все, правильно, все, женщины и мужчины. Что касается джума, пятничного намаза и пятничного хутбы, то женщины, для них не является желательным присутствием там. Они не приходят, да, в свою основу женщины не приходят на пятничный намаз. Мы говорили с вами, Абдулла Абдулла Масот, он даже выводил женщин из мечети, если они приходили на пятничный намаз. Пятое отличие. Хутба туль джума проводится на минбаре, пятничная хутба. Поэтому и сидение есть между двумя хутбами, потому что имам хатыб, он садится на минбар, а праздничная хутба, там нет минбара. Нет минбара. Просто встает хатыб на что? На какую-то возвышенность. Какой возвышенность? Либо просто какой-то участок земли, выше расположенный. Либо, как говорит Ибн-Уль-Каим, что-то вроде, ну, такой какой-то лавочки, скамеечки, что-то такое. Немного возвышающегося на землю, что-то такое. Встает на это, но не было такого, чтобы выносили минбар во времена пророка Лей-Сарата Усара, правильный халифов, чтобы выносили минбар на это место, в Мусалю, и не строили минбар, чтобы мог имам сесть. Правильно? Поэтому хутба одна, мы сказали с вами. То есть есть разница между просто какой-то слегка возвышенным местом, между каким-то слегка возвышенным местом, на котором стоит хатыб, и между минбаром, и между минбаром, на который садится хатыб, между хутбами. Шестое отличие. В джумуа, там есть азан, там есть икама, а здесь нету ни азана, то есть праздничный намаз, нет ни азана, ни икама, ни вообще никаких слов для того, чтобы собирать людей. Таким образом, отличий много между ними по хукмам. И говорил наш шейх, что он очень серьезное исследование провел по этому вопросу. И он сказал, что я не нашел вообще никакого довода, ничего, указывающего на то, что при праздничном намазе совершаются две хутбы. Нету никакого довода. Есть какие-то слабые сообщения от некоторых таберинов, и то они недостоверные, очень слабые. Их упоминает имама Шафи в своей книге «Аль-Ум», но и снац цепочки передачи очень слабые. И это хутба, хутба праздничная. Она все-таки отличается и по длительности своей. Видите, здесь описывается, Абуслайдер Худри описывается. Пробус, он обратился к людям, да, что-то сказал из будущего. Да, если собирался в поход отправиться или отправиться, то что-то говорил по этому поводу. Или еще какое-то дело было, да, обращался к ним. Говорил им, побуждал их к чему? К садапху. Говорил, то садапху, то садапху. То есть это не какая-то такая пространная, длинная хутба при праздничном намазе. Продолжение следует...